Такая же огромная пустая дорога, вообще ни одного автомобиля нету, все люди наверное спят, потому что все-таки сейчас у нас выходной день и короче как-то так. Ну что ж ребят, всем привет, с вами как всегда Лазарь, как вы поняли я сейчас нахожусь на трассе Сити 1-Сити 2, направляюсь во второй город, в свой коттедж, перевозил вещи короче себе в коттедж, который находится в первом городе, ну и решил заехать на заправочку, потому что бензина у меня не так уж и много осталось. Закрываю свою машину, иду заправляться, так кстати тут какая-то Е34 стоит такая красивенькая, надо будет посмотреть чья это машина, явно тут челик в магазине закупается, так а мне нужно бы купить какие-то печеньки себе в дорогу. Блин ребят, тут везде мясо, я даже не знаю чем мне взять, тупо мясной отдел. О чувак, здорово, это ты владелец той Е34? Да, это моя тачка на заправке, а че такое? А да, это твоя тачка, короче бро, респект вообще, я когда подъехал на заправочку, офигел от твоей конечно же BMW M5, она так шикарно выглядит еще в желтом цвете. Да, да, я автоколлекционер, собираю там старые машины, да как раз таки одна из них. А, ничего себе, ну респект бро. Ну ребят, вы посмотрите и просто согласитесь со мной, что для этой BMW Е34 желтый цвет, вот прям как родной стоит тут. Я ее сам перекрашивал, занимался ей полностью, короче восстанавливали машину с кентами. А, вот оно как, прикольно, раз ты автоколлекционер, значит у тебя должно быть еще парочка машин имеется. Переехали в другое место, чтобы не мешать людям стоять на заправочке, ну в принципе тут никого кроме нас нету, но лучше отъехать. Так, вот короче шикарная просто на солнце, она выглядит так шикарно, такая прям желтая тачка. Я сам не богатый, но помимо этой машины у нас еще есть в гараже парочка старых мерседесов и так далее. Парочка мерседесов, это в плане каком? Ну в том плане, что у нас есть V124, а также недавно с командой купили кабана. А, классно, вы то есть со всей командой собираетесь, короче восстанавливаете старые машины, как я понимаю. Да, 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 все верно. Мы, кстати, вроде как с вами не представились, Роман. Александр, очень приятно. Мне тоже очень приятно, вы прям такая интересная личность, раз такими делами занимаетесь. Ну я таких типочков еще не встречал, короче будем с вами знакомы. Ребят, я заехал на заправочку и встретил очень интересную личность. В том плане, что это автоколлекционер, который занимается коллекцией именно старых таких машин. Он новые тачки не покупает, только все старые скупает, восстанавливает их. Вон как погнал, ребят, 100% на втором стейдж у него тачка. Мы с Саньком обменялись номерами телефончиков и договорились с ним, что встретимся возле кар-маркета во втором городе. Сейчас, короче, припаркуемся. А, вон, кстати, он сзади по зеркалам едет, все шикарненько. Сейчас мы постоим, тут поговорим. Санечек мне еще даст покататься на его BMW E34. Мне очень нравится сочетание желтого цвета на BMW M5 E34. Ну потому что других автомобилей именно таких я не видел в городе. Я прям такой цвет вижу впервые. То есть я не видел желтых, оранжевых и так далее. Но вот на данный момент это желтый экземпляр. Мы вот так и создали с командой, чтобы он редко и дорого выглядел. Ребят, меня покатал Санечек. Короче, это просто жесть и не машина. Кстати, он мне сказал, что там никакого стейджа нету. То есть это стоковая E34 Бэха. Короче, я просто офигел, как она едет. Как же они хорошо ее восстановили. Ну просто, ребят, респект вам. Спасибо, мы с моей командой очень старались. И мы рады, что тебе понравилось. Ну вы реально красавчики. Очень круто восстановили старую пятерочку. Сейчас, ребят, я прыгнул за руль своей BMW F90. Также Санечек сел у нас за руль своей тачки. И мы сейчас направляемся ко мне домой. Я думаю, посидим, почилим. Он мне расскажет, какие проекты у него еще будут в будущем. А также, ребят, я позвал сниматься его к нам на канал. То есть теперь можете ждать рпшки именно с его участием. Я думаю, он будет довольно часто. И, кстати, у меня появилась такая идея, что если нам тоже купить какой-то ретро автомобиль. Ну, к примеру, я даже не знаю какой. Восстановить его, чтобы он тоже был такой классный. Санечек мне даже поможет. Блин, как же он жестко ездит. Вы посмотрите, даже дрифтом заходит в повороты. Короче, просто пипец. Ну, я так-то в режиме комфорт еду. Поэтому я так жестко не наваливаю. Но он просто сумасшедший. Что же он творит? Даже вылетел на обочину. Я, ребят, перешел в специальный режимчик. Давайте попробуем зайти боком. Осторожно, нет кусты. И, блин, просто вот буквально пара сантиметров. И там был бы бетонный этот забор. Это жесть, ребят. Я думал, я сейчас себе тачку разобью и будет жесть прямо. Ну, потому что все-таки ремонт на мою иномарку стоит недешево, я бы сказал. Так, ну ладно. Мы с санечком уже подъезжаем ко мне. Ой, я чуть опять бетонный в лоб не зацепил. Что это такое? Короче, мне сегодня нельзя рулить. Сегодня какой-то плохой день. Но именно такое знакомство, это реально, блин, классно. Санечком уже подъезжаем. Санечком уже подъезжаем. Санек мне только что дал ключи и сказал садиться в его пятерку и самому понаваливать. Поэтому, ребят, давайте не будем отказываться. Сразу же садимся. Смотрите, какая она низкая просто. Мне кажется, она даже ниже, чем моя F90. Либо это просто кажется. Ну, я не знаю. Но она явно ниже. Кстати, у меня такая идея возникла. Вот сейчас мы, кстати, выезжаем на дорогу. Ого, как она едет. Но она прям пожёстче чуть-чуть, чем моя BMW F90. Но всё-таки ехать в ней тоже комфортно. Несмотря на то, что тачке 30 лет, они её так хорошо восстановили. Но сама идея заключается в том, что мы вот так подъезжаем сейчас к моему СТО. И я хочу подарить новый комплект резины Санечку. Потому что он сегодня у нас весь день наваливал. Надо ему новую резину поставить. Короче, сегодня был просто замечательный день. Потому что я покатался вот на такой раритетной тачке. Нашёл новое знакомство с Санечком. Мы с ним будем обязательно снимать дальше РП. Он меня даже заинтересовал своей мыслью, чтобы я купил себе какое-то старое авто. Он мне поможет со своей командой его восстановить. И вообще, у меня тоже есть своя команда. И мы можем их объединить в одно целое. И, короче, у нас получится просто какая-то уже организация. Вы даже можете к нам приезжать. У нас будет, я думаю, уже крупная какая-то организация. Но спойлерить не будем. Это всё-таки всё в будущем будет. Поэтому, ребят, с вас сегодня только лайк. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Ну и, ребят, конечно же, пишите теперь, что мне покупать именно из старых машин. Они все дешёвые. Мы их будем восстанавливать. Короче, всё будет просто замечательно. Тем более, в команде с Саньком. Я думаю, всё будет просто окей. Ну а тебе, Санёк, спасибо, что поучаствовал в моём видеоролике. Вообще, спасибо, что мы с тобой познакомились. Да не благодарим. Мне это совсем несложно было сделать. Ну вот, будем с тобой теперь дружить, получается. Ну, ребят, с вас только лайк, подписочка на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.